Портрет с изображением Елены Курила, пострадавшей во время военной атаки в Украине, облетел зарубежные издания и все социальные сети. При этом, если весь мир вздрогнул, то в России фотографии Елены назвали фейком. Спустя несколько дней после публикации снимков художница из Лос-Анджелеса, внучка именитого поэта Михаила Матусовского, Женя Гершман, написала картину, а затем нашла и саму Елену и связалась с фотографом, сделавшим снимок, который сейчас на ваших экранах. Для Жени Гершман, внучки поэта Михаила Матусовского, события в Украине стали настоящим потрясением. Дедушка, говорит художница, чья семья много лет назад перебралась из Москвы в Калифорнию, этого всего бы просто не вынес. Он очень любил культуру, он очень любил русский язык, но его корни были из Украины. Его папа, мой прадедушка, был первым фотографом в Луганске. Он бы просто не смог пережить эту войну, что у него бы случился сердечный приступ. Свою боль Женя привыкла изливать на холсте. Увидев вот этот снимок, она взяла в руки кисть и начала писать. Эти глаза заговорили со мной, и я должна была что-то сделать. Потом свою работу она показала другу кинематографисту, Адриану Рупу. Когда Женя показала мне свою работу, меня это потрясло до глубины души. Я не мог перестать думать о героине картины. И сразу же ответил ей, эта работа может стать началом целого движения. Мой друг Адриан помог мне связаться с аукционом, с самым крупным аукционом искусства в мире. Heritage Auction. У них миллионы активных участников аукциона. И они надеются, что за две недели продолжения аукциона эта картина соберет миллионы. И все эти миллионы долларов будут отправлены в фонд Красного Креста на помощь Украине. Сейчас Женя все время на связи с фотографом, сделавшим снимок, с которого и написан портрет. Вольфганг Шван, американский фоторепортер, улетел в Украину снимать войну. И в первый же ее день в его объектив попала Елена Курила. Мы увидели, как повалил дым со стороны Чугуева и решили поехать туда посмотреть, что произошло. Оказались в жилом районе, который пострадал от удара. Мы припарковались неподалеку и побежали к домам. Первой мы увидели Елену. Фотография стала обложкой для многих мировых изданий. В России же ее назвали фейком. А женщину, которую запечатлел Вольфганг, актрисой. На самом же деле на фото Елена Курило, педагог из Чугуева. Во время военного удара 24 февраля она была в своей квартире и выжила чудом. Вдруг такой хлопок, миллионы этих осколков, которые летят на меня. Кровь заливала мне лицо. Когда я вышла, увидела три корреспондента. Ну, как бы я не обращала на это внимания на них. Ребята фотографировали. Осколочные ранения по всему телу, отслоение сетчатки и частичная потеря зрения. Новая реальность для Елены. Ее дочь после обвинений в том, что фото постановочное, стала вести дневник. За несколько дней было пять всяких версий, что я, это взрыв газа в Магнитогорске в 18-м году, что я из терробороны, из Киева, что я русская актриса, которая там за доллары продалась и все такое. Я никогда не думала, что в 21-м веке в это время может быть вот такая вот война, тем более с теми, кого мы всегда считали братьями. Теперь они для меня не братья. Хотя я наполовину русская по крови, но мы просто умоляем вас, закройте наше небо. Если бы вы видели, что сейчас осталось от нашего города Харькова. Елена была удивлена, что ее окровавленное лицо стало символом войны. Поразило и то, сколько людей хотят ей помочь. Мы помогаем найти хирурга. До сих пор она не сделала операцию, которая нужна. Она не видит одним глазом. Ей нужна срочно операция, но нет хирургов, которые могут сейчас помочь во время войны. Мы уже переслали ей денежную помощь, потому что у нее нигде жить. Ее дом разрушен, у нее ничего не осталось. Женя Гершман продолжает писать свои работы о войне в Украине по фотографиям Вольганга Швана. Когда война закончится, они хотят сделать совместную выставку. А дочь Жени Гершман, правнучка поэта Михаила Матусовского, свои переживания перенесла на ноты, посвятив Украине свое произведение. Меня зовут Ника. Пожалуйста, помогите детям Украины. Нет войны.